Трудовая книжка теперь будет в электронном виде, но только для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году. У остальных же есть выбор, в каком виде свою трудовую книжку вести – в бумажном, либо в электронном. Если выбрать бумажный вариант, то работодатель будет вести его трудовую книжку как в электронном, так и в бумажном варианте. С выбором электронной бумажные выдаются на руки и ведется только первая. Эта электронная трудовая книжка будет заменять трудовую книжку в традиционном бумажном виде. В ней сохраняют все те же самые реквизиты и фамилия, имя, отчество работающего, дата рождения, специальность и все записи, которые осуществляет работодатель при приеме на работу, при переводе внутри предприятия, в те или иные цеха, на ту или иную должность и так далее. Прием, увольнение. Все это тоже будет отражаться в электронной трудовой книжке. Доступ к своей трудовой книжке можно получить в любой момент, а при устройстве на работу перечень основных сведений оттуда можно распечатать из личного кабинета на сайте пенсионного фонда или на портале госуслуг. Также ее можно будет получить и в МФЦ. Геннадий Пашин отметил, что преимущество электронного варианта еще и в том, что количество ошибок и неточных сведений о стаже сходит на нет. Информация о новой должности поступает в пенсионный фонд на следующий месяц. К тому же электронная версия лишает возможности работодателя смошенничать. Мы лишаем возможности нерадивых граждан, можно так сказать, которые могли бы внести какие-то изменения, неправильные записи, ложные записи в свою трудовую книжку. Потому что таким фактом мы тоже встречаемся. Это совершенно исключит эту возможность. И у нас всегда будет только достоверное сведение о виде деятельности, которым занимался гражданин. Изменения коснулись и снился. Теперь зеленой ламинированной карточки у новых работников не будет. Вместо этого номер будет электронный, который при необходимости распечатают. Сегодня принят закон о том, чтобы страховые свидетельства на реке не выдавать, а ввести их тоже в электронном виде. И если уж необходимо гражданину, чтобы у него на руках был соответствующий документ, тогда мы выдаем его в виде справки. А так тоже номер он может в электронном виде распечатать и всегда иметь усилие. Пенсионный фонд активно вступает в фазу цифровизации, электронные трудовые книжки, СНИЛС и многое другое. Совсем скоро многие услуги можно будет получить через интернет, без обращения в соответствующие ведомства и стояния в очередях. Валерий Седов, Алексей Кузнецов. Телекомпания. Город.